Дом культуры Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, вы узнали голос, звучащий сейчас у нас в эфире. Это, не побоюсь этого слова, золотой голос Приморья, Дмитрий Евсеев. Да, Дмитрий, привет. Привет. Дмитрий, ты сейчас поешь вживую оркестр, где прописан был джазово-эстрадный. Где-то в студии Григория Лепса там. Ага. Минусовочка его. Понятно. Вы с ним дружны? Заочно. Заочно. Дмитрий, ну расскажи о себе за последнее время, что произошло интересного. Какие события самые замечательные, занимательные? Какой отрезок времени вас интересует? Ну, например, последние полгода. Ну, за последние полгода, собственно, ничего такого сверхъестественного. Значит, будем мерить большими промежутками. За последние три года. Десятилетия. Не, на самом деле, музыка лично в моей жизни присутствует всегда. И даже иногда теряешь, что в моей жизни основное, музыка или еще что-то другое. Вот. Ну, за последние три года, на самом деле, изменился несколько уклад в моей жизни, потому что я, если ранее занимался исключительно музыкой, больше ничем, и это давало мне и творческий потенциал, и приносило доход, то в последнее время я уделяю музыке немножечко меньше внимания. Я в данный период времени работаю на Артемовской ТЭЦ. То есть все равно время говорит о том, что надо трудиться еще где-то, чтобы выжить, чтобы чувствовать себя более комфортно в этой жизни? Наверное. Но голос, главное, не изменился. Голос-то по-звежнему. Посмотрите, голос, что касается способа высоты звуков, может быть, немножко высота звуков изменилась в меньшую сторону, но я ловлю себя на той мысли, что голос стал немножко зрелым, что ли. То есть я... Больше штрихов, оттенков. Оттенков, штрихов. Я оцениваю свои возможности и никогда не возьмусь за то, что косяково получится. А высота пофигу, мы, короче, транспонируем пониже песню, и можно спеть любую. И все. Да, главное тембр, богатство, богатство, опыт жизненный. Дорогие друзья, я хотел бы вам напомнить, что сегодня в студии Радио ОВН, в прямом эфире здесь находимся мы, Рустан Ко, Дмитрий Блюз, Борис Гримберг и Дмитрий Евсеев, конечно же. Дим, что вообще происходит с нашей эстрадой сейчас, вот по твоему мнению, в городе Артеме? В городе Артеме? Да. Эстрады нет. Вообще. Вообще. Есть отдельные люди, которым просто это нравится по жизни, и как-то они в свою жизнь это привносят. Кто-то лучше получается, кто-то просто старается этим зарабатывать. Зарабатывать этим практически, я не скажу невозможно, очень в нашем городе тяжело, так скажем. А в чем проблема, Дим? А вы знаете, вот я приведу просто пример, если 80 лет назад я работал 5 дней в неделю, и выходной у меня был понедельник, а в летнее время меня просили выходить еще и по понедельникам, ночные клубы, рестораны. То сейчас максимум 2, это пятница и суббота, кабаки, как у нас в народе говорят рестораны, кафе, работают только именно в эти дни, и по другим ты просто там не нужен. Вот и все. Ну а почему, они не хотят платить, что ли, просто невыгодно им? Им, наверное, невыгодно, или они как-то, ну я не знаю почему, ну хотя бывает, знаете, бывает и в понедельник народу столько придется, что и в пятницу, тут невозможно угадать. Есть люди, которые рискуют и знают, что будет. Все понятно, капитализм, жадничают они, не дают они заработать музыкантам, которые готовы работать, пожалуйста. Борис, ты с нами? А твое мнение по этому поводу? Что же делать? Ждать. Что происходит? Революцию устраивать. Нет, никаких революций, как показывает мировой опыт, революция не приносит удовлетворения и никакого счастья. То есть вы хотите сказать, что сейчас мало одного таланта? Абсолютно. Нужно что-то еще, что? Заинтересованность лиц, вовлеченных в этот процесс, от которых зависит денежное поступление. Заинтересованность денежных лиц. Дим, ну тебе никогда не поступали предложения от каких-то продюсеров, монстров шоу-бизнеса? Я ему тысячи уже предложений делал. Все время отказывает. Врет, врет, не моргает. Да, я думаю, что все циклично, вот, все циклично и пройдет какой-то период, что опять будут востребованы музыканты, живые, да, живые голоса. Сейчас просто и удобно, конечно, кнопку нажала, никому платить ничего не надо. Вообще. Удобно, очень хорошо. Вообще позиции... Деньги сохраняются. Я расскажу, хотите расскажу о времени, когда было зазорно, стыдно танцевать под магнитофон. Так. Были такие времена. В нашей школе, когда мы учились, в один прекрасный момент сломался аппарат, на котором мы играли. Пришлось делать там под вертушки магнитофоны. Это было ужасно. Народ не хотел танцевать, хотя пели, играли те же самые песни. Я застал, я играл на танцах. Я учился в школе, потом в институте, я в это время застал, был кайф просто. Вот скажи, да, везде звучала живая музыка. Только живая. Только живая, да. Дорогие друзья, и сегодня у нас в эфире играет только, звучит только живая музыка. Дмитрий Евсеев поет сегодня живым голосом, но это будет чуть-чуть попозже. Песенка «Летний вечер», Дим, расскажи вообще о том, как у тебя сейчас пишутся песни, творческое вдохновение, насколько часто оно тебя посещает? Вдохновение присутствует всегда. В любых местах, где бы ты ни находился, что-то всплывает в голове. Самое главное это где-то зафиксировать или попросту запомнить. Другой вопрос. Вот на данный момент, вот Боря не даст соврать, вот усилиями наших друзей, вот я, Борис, еще есть люди, Саша Луковский, другие музыканты, сочинено и придумано очень много вещей. Вот этот процесс просто затянулся на несколько лет, и мы не знаем, как всех вместе, во-первых, собрать, чтобы его воплотить в жизнь. А потом мало того, чтобы это просто сыграть, это надо все записать, надо что-то оставлять. Просто так вот сейчас сидишь и вспоминаешь, вот были времена, помните группу такую-то, вот играли, да, помним, есть что послушать? А нет, ну все в памяти. А надо что-то оставлять, надо записываться. Ребята, а что с группой А310? Это надо у группы А310 спросить. Я не знаю. Я как вот уехал 2, 3, 4 года назад в Китай, и больше с ними отчасти играл, они просто приглашали хорошие ребята, очень талантливые. Ну, не знаю, где они сейчас. Ты 4 года был в Китае, да? Нет, я был в Китае где-то месяцев 8, потом вернулся, и уже 3 года я работаю на Артемовской ТЭЦ. Сей Артемовской ТЭЦ, в тот же случай, им большой привет. А в Китае что? В Китае я работал в городе Хунчунь, там был русско-китайский ресторан. Пел, да? Я там пел, я там работал как звукорежиссером. Вот расскажи, очень хочется узнать, что там происходит, вот когда уезжает наш певец или группа туда поработать. Вот я просто расскажу, как это было у меня. Да, да, да. Меня нашли, пригласили, мы все детали оговорили, проживание, гонорар, что там. Я приехал, посмотрел, что там есть, какая техническая база, что-то где-то подстроил, настроил, и как будем работать. Работали так, с 7 до 9 где-то китайская часть программы выходили. Китайцы что-то там пели. Потом они китайцы на китайском, а английском языке представляли меня. Говорили так, Дима, камон! И Дима, камон, камон выходил. И уже шла русская программа, в которой у нас были девушки-танцовщицы, вокал мужской, вокал женский. Где-то мы даже с китайцами потом делали совместные номера, там, подмосковные вечера. Сколько длилась программа твоя по времени? Программа с 9 до 2 где-то. Ночи? Да. Сколько раз в неделю? Кроме понедельника. А, ну понятно теперь. У нас девчонки приезжали с Артема туда погасить. Долго ты продержался, 8 месяцев. Не, я бы еще, мне очень нравилось работать. Публика настолько благодарна, они всегда улыбаются, всегда поддерживают китайской публикой. То есть разница между российской публикой и китайской большая? Очень большая. То есть китайцы, ты только вот вышел в 9 часов, и они уже все, они уже улыбаются, смеются, аплодируют им весь. Но вот такие тяжелые условия работы, они как-то окупались, так скажем, финансово. А я заряжался от них. Ну это понятно, что, представляешь, какая вот работа, с 9 до 2, да почти каждый день. Ну кайфово, ну и деньги были хорошие. Хорошие. А почему же тогда уехал или что произошло? А тогда наступил кризис, о котором мы узнали там, и просто предприятие закрыли. А вообще проект был долгосрочный. Ну а ты вот там как раз в это время находился, можно было параллельно там посмотреть, или там уже все было как бы, как говорится, расхватали, или мало. Там не особо, там вот кроме нашего ресторана, как говорится, больше повеселиться. Китайские дискотеки, это вообще другой вопрос. Там у них стиль музыки такой техно. Техно тех лет, они трясут головами, танцуют, я не могу. А вот именно такого направления, как у нас у нас был один ресторан. Ну вот сейчас что-нибудь там происходит, что-то слышу. Не знаю. А вот, допустим, китайцы, да, там они поддерживают, они там, им нравится. А русскоязычная публика туда ходила, на твои концерты попадала? Попадала, приходит отдохнуть, приезжает. Да, но русскоязычная публика начинала заводиться после энного количества возлияний. Стопок? В пол первого где-то. Да, и потом они говорили, а что, уже все кончилось, да? Давай работай до утра. Тим, а ты играешь свои песни, поешь свои песни или каверам? В клубной и ресторанной работе я пою все, что людям нравится. Ну, я не буду называть это каверами. Все, что востребовано. Все, что востребовано, все, что на эстраде. Но воспринимают какие лучшие песни? Ну, конечно, проверенные. Ну, публика так воспитанная, все, что звучит с эфира. Это, значит, стопроцентные хиты, она у них на слуху, кому-то сразу нравится, кому-то вдалбливается. Но, хочу заметить, будучи в Китае, у меня была одна гостья, русская девушка, она купила там квартиру, она каждый вечер приходила и заказывала всегда одну и ту же песню из моего авторского репертуара. Какая хорошая девушка. Тим, ну, давай что-нибудь споем. Это, я так понимаю, будет песня «Летний вечер». Я хочу пожелать всем жителям города Артема последние летние деньки хорошей погоды, чтобы эти летние вечера радовали вас, в общем, всем влюбленным, всему старшему поколению, кто помнит группу «Цветы» и эту замечательную песню. Мы с Борисом Владимировичем Гринбергом сейчас попробуем это исполнить. Итак, для вас поет Дмитрий Евсеев. Дмитрий Евсеев. Летний вечер теплый самый «Был у нас с тобой». Разговаривали с нами звезды и прибой. Нам оставил темный вечер, неугазший свет. Обнимал он нас за плечи и смотрел нам вслед. Уходили мы по гальке от тепла воды. Было жарко, было жалко, смыл прибой следы. И за далью белой стужи где-то, где-то там за стеклом морозных кружев будет снится. Будет снится нам Летний вечер Летний вечер Летний вечер Темный, темный, темный Не скрывал от нас Огоньки приморских окон И любимых глаз. Не скрывал он мысли наших Чувства не скрывал Почему же он стал Вчерашним и далеким стал Почему же он нам с тобою Не оставил слов Только тихий шум прибоя Шорохи шагов Он за далью белой стужи Где-то, где-то там Со стеклом морозных кружев Будет снится нам Летний вечер Летний вечер Летний вечер Будет снится нам Летний вечер Летний вечер Летний вечер Летний вечер Летний вечер Будет снится нам Летний вечер Летний вечер Летний вечер Летний вечер будет снится нам Будет снится нам Будет снится нам Да, это было очень интересно исполнено Отель Калифорния, я так понимаю Калифорния, русский вариант Борис Гримберга, Дмитрий Ефсеев в прямом эфире на радио Вэнс Надо специально, чтобы люди у радиоприемников крикнули Надо чаще встречаться Дим, а никогда не хотелось себе записать альбом своих авторских песен? Хотелось Он есть? Всегда Ваша жизненная креда, всегда Может быть я что-нибудь упустил? Не, на самом деле записано некоторое количество композиций В разных немножко жанрах Даже где-то баллада, где-то ближе к рок-музыке Где-то просто эстрада Потому что разные люди писали, разные люди аранжировывали Кстати, песня об Артеме Это просто Мы ее послушаем, кстати, сегодня Патриотизм просто Малая родина, да Ну, я же говорю, много придумано, но еще не записано Работаем в этом плане, работаем Вот один человек рядом сидящий Это Борис Гринберг Вот он всегда готов Боря, ты готов? Кредо всегда Ну а когда, Дим? Когда это событие может произойти? Радио ВН будет первое Радио в мире Скажи, потому я пошел работать, чтобы это все воплотить? Конечно, конечно Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу После чего продолжим наш разговор Я напоминаю, у нас сегодня в гостях Дмитрий Евсеев Продолжается программа Дом культуры Я напоминаю, у нас сегодня в гостях Золотой голос Приморья Дмитрий Евсеев Да, Дмитрий, ну вот мы сейчас послушали очередную песню, да, вживую Как ты поддерживаешь свою форму? Где ты занимаешься? Как ты вот находишься в такой музыкальной форме? В цеху, может быть? Может, в ванной ты поешь? Борис, сейчас расскажешь Расскажу я На самом деле, Дмитрий ежесекундно поет дома Ежесекундно У него магнитофон не выключается, ни на секунду Дима Дима? Нет, он немножко неправду говорит Правду Секунду не могу Нет, он иногда жует Нет, на самом деле, никогда в жизни в ванной комнате я не пел Я вообще не врубаюсь Кто поет в ванной комнате, мне как-то не в кайф Дома занимаюсь преимущественно Но самое главное Нет, на самом деле, самое главное, это следить за своим здоровьем Чтобы твой носик, ушки и горло всегда были в рабочем состоянии Ты себя на чем-нибудь акомпанируешь? Я На гитаре Я барабанщик На барабанах акомпанируешь А компанируешь себя на барабанах Коленки все разбиты Всегда по коленкам, если барабанов нет А у нас тем временем есть смс-сообщение Пишет нам Ольга Дима, хотелось бы знать ваше семейное положение Я очень большая ваша поклонница Спасибо, что вы большая Это такой намек К сожалению Я женат Ну поклонницы Не против Не, ну на самом деле, какая разница У меня много и поклонников, и поклонниц Автографы берут Да, иногда бывает На самом деле бывает На чем на самом интересном расписывался? На, сейчас скажу На женской груди Расписывался Какого размера? Они потоком шли, потому уже как-то даже было не особо интересно Вот И расписывался на сборники задач Студент какой-то подошел на улице Группа студентов Я расписывался, я говорю Даже сборник задач по математике Я думаю, что под твои песни они успешно сдавали экзамены Или просто дома готовились Наверное Они их как бы не пугали И наоборот вдохновляли Ну, я надеюсь Математиков Дима, как ты уже сказал Ты играешь на барабанах Как давно ты освоил этот инструмент? И вообще, почему ты связал себя с барабанами в свое время? Чтобы прийти к барабанам Я сначала закончил детскую хореографическую студию Потом танцевал 10 лет народными танцами занимался Вот Как бы чувство ритма мне, ну, наверное, просто было дано И координация Вот А потом в нашем Доме культуры В поселке Артемовском В Артемгрессе, проще говоря Было объявление, что набирается В детский вокальный инструментальный ансамбль Ребята Мы пришли и сказали Ты на бас-гитаре играешь Ты на гитаре, а ты на барабанах В каком году это было, если не секрет? В 84-й, по-моему Или третий год Ах, то еще у нас такой был застой Да, и мы сели, что-то бренчали Сами чего-то там придумывали А потом пришли взрослые ребята И выгнали вас Да, Женя Зайцев, там, Лесик Андрюха Ну, местные артемгрессовские парни Которые на танцах играли И сказали, ну, вот играем, ребята, туда-сюда И начали играть Потом у них барабанщикам стало проблемки Я то приходил на танцы играть, то не приходил Мне пришлось по их просьбе сесть за барабанами Ты уже на барабанах более-менее Да, я сдал весь их репертуар И я уже одно отделение сначала с ними отыграл Потом два пришлось отыграть Вот ты попал к звездам, да, ощущение было Ну, того времени я имею в виду на танцах Все, в девятый класс я зарабатывал свои деньги Я каждый месяц был при деньгах Тратил, конечно, на фирменные диски Все покупал себе сам Вот, все мои одноклассники, все мои друзья С девочки и мальчики ходили на танцы танцевать А я играл Ты был, конечно, да, кумир Вообще Кумир класса А когда ты запел О, про песни Я-то запел не так, собственно, и рано Получилось так, что в этом возрасте Я только мог подпеть что-то своим старшим товарищам Когда мне исполнилось 18 лет Я благополучно удалился в ряды вооруженных сил В окончании армии я пришел И ребята сказали мне Дима, надо играть и петь И вот в 20 лет я окончательно запел сам Как вокалист группы Наверное, ты сначала запел в армии еще Ну, наверное Были моменты, что надо было петь просто Нет, очень хотелось Вот закон подлости, он всегда в армии ничего такого не довелось Ну, сейчас по поводу как раз песни Вот сейчас будет песня Представь, пожалуйста, и расскажи, кто написал Красавица осень Песня красавица осень, пользуясь случаем Песня красавица осень И слова и музыка написаны Моим другом, музыкантом Евгением Зайцевым Жека Зайцев, он же Седой Он сейчас играет в Хабаровском симфоническом оркестре И эту песню он написал еще в первой половине 80-х И мы ее бренчали под гитару Напевали И спустя много-много лет Буквально лет 6 назад Я ее вспомнил в памяти Приехал в Уссури Своему другу Валере Карелину И напел ему Говорю, Валера, давай придумаем аранжировку И мы совместно сделали вот эту аранжировку Какая она вот сейчас получилась Красавица осень Мне очень нравится И осень А записали где эту песню? Записали в городе Уссурийске Там же записали, да? Да Валера делал весь минус Живая соло-гитара Там прописано очень хорошо Здорово, мне нравится партия соло-гитары Ну и как получилось И причем на эту песню мы даже сделали номер С шоу-балетом Black Angels Из города Уссурийска Удалось ее где-нибудь уже поиграть и вживую Вот эту песню, кстати, мне в Китае и заказывали Ну что ж, красавица осень, слушаем Одела красавица осень Наряды свои цветные Идет, как цыганка, и просит Купите они золотые А я ей не верю нисколько Она обмануть меня хочет Но все же спросил А за сколько Отдам за любовь, если ты хочешь Эй! И стала она раздеваться Не надо, кричу Успокойся И хочет со мной целоваться Такая холодная осень А я ей не верю нисколько Она обмануть меня хочет Но все же спросил А за сколько Отдам за любовь, если ты хочешь Сола! А за любовь, если ты хочешь А за любовь, если ты хочешь Заплакала девица осень Заплакала девица осень Намокли наряды цветные Их вечер устал разносит Не были они золотые И песню пою я отныне На ней только ржавое платье Не платит она золотыми Она золотыми не платит А я ей не верю нисколько Она обмануть меня хочет Но все же спросил А за сколько Отдам за любовь, если ты хочешь Но все же спросил А за сколько Отдам за любовь, если ты хочешь АВН Напоминаем, что у нас сегодня в программе Дмитрий Евсеев И вот у нас есть телефонный звоночек Кто-то хочет что-то вам сказать Или задавать вопрос Алло, здравствуйте Здравствуйте Я хочу Представьтесь, пожалуйста, сначала Здравствуйте Я хочу Диме пожелать успехов Вот он сказал, что в армии начал петь Нет, это с пионерского лагеря Кучелиновка Если вспомнишь мою молодость Ему большой привет от Оксаны и Светы И я очень рада, что Дима добился с таких успехов И всего ему хорошего, творчества, удачи Всего-всего-всего хорошего Здравствуйте Оксана и Света из пионерского лагеря Кучелиновка Это было очень давно Я помню Путин говорит, что Петя танцевать начал в армии Нет, я окончательно запел после армии Просто на людях уже профессионально А кто сейчас говорит со мной? Дим, это говорит Света Света, я же тебя помню, конечно Ну вот, Кучелиновка, Оксана и Света Я звоню Оксане Я тебе по голосу узнал Оксана, слушай передачу Сейчас Дима поет А она, значит, гордым голосом говорит А у меня его диск есть Поэтому, Дим, вот всего тебе всего хорошего Правда, творчества Я очень рад звонку Света, очень рад звонку Давно не видел тебя Оксану чаще приходится видеть Тебя давно нет Ну, представляешь, как я рада была Честно, внезапно на работе Радиуслушаю Спасибо, спасибо, Света Может, у вас вопрос есть какой-нибудь? Ну, а дальнейшие планы какие? Дальше будем творить Будем стараться Как только что-то появится, Свет Обязательно услышите Я вас приглашаю на День города 25-го Приходите, я буду для вас петь Хорошо Это будет однозначно В парк на салют Приходите Спасибо вам большое за звоночек Вот так вот Да, выяснилось, что Оказывается, ты в армии еще и танцевать начал все-таки Старые-старые друзья Света знает лучше Старые друзья, да, подруги Это, ну, подруги Друзья детства А что такое? Это было, что за лагерь был, расскажи Пионерский лагерь Кировец Кучелиного Ну да Кучелиного Пайт Там был замечательный лагерь Там вообще не было никаких асфальтовых дорожек Там все было Тропиночки, лужаечки Лес такой Природа Комаров, тьма Конкурсы вокальные О, мы ищем таланты Там все такое Там были просто Как сказать И конкурсы были И просто Всяческие там Посиделки Не знаю Время провели изумительно Да, вот откуда таланты наши С пионерских лагерей Заметьте Я думаю, что это касается не только Дмитрия Это касается по части и меня И, наверное, и Бориса Гринберга Вот Замечательно Кузница кадров наших Дима, а часто бывает так, что На концерте подходят Давние друзья Которых ты давно уже не видел И говорят Дим, привет А мы вот даже не ожидали тебя увидеть Здесь Пойдем выпьем Не На самом деле Очень часто Очень часто В Владивостоке такое случается Вот работаешь Работаешь в каком-нибудь Ну Заведении Где зал большой Людей много Да, но они отдыхать приходят Вот как-то девушка подошла Дим, ты меня помнишь Я говорю, Марина Это ты Она говорит Дай меня Марина Мы не виделись Ну, очень долго, да Ну, и Вот такие бывали Встречи На самом деле Бывают Бывают где-нибудь Я и в Китае встречал Людей знакомых На улице идешь Раз, привет Дорогие друзья Номер нашего прямого эфира 35222 Не забывайте Если кто звонит Нам из Владивостока Например Слушает эфир Через интернет Код города Код города Артема 42337 Да, Дмитрий Да, Дмитрий Ну, по поводу Тест мы поговорили По поводу Твоих занятий Поговорили Чем еще в жизни Занимаешься Помимо работы И вот Занятием вокалом Какие еще у тебя Интересы Во-первых Я человек семейный У меня Прекрасная супруга Самая лучшая жена В мире Слушает нас сейчас Обязательно Привет ей, конечно Обязательно Давно живы вместе Мы вместе 4 года Пятый год живем вместе Ну и как она Поклонится Твоего творчества Ну, собственно говоря Благодаря тому Что я этим делом занимаюсь Мы с ней познакомились Это все происходило В кафе Пилот Когда он еще существовал Вот В темноте зала И увидел глаза Ну и как бы Эти глаза мне Красные Наверное Потянули Эти глаза напротив Как в той песне Да Вот Мы живем очень дружно У нас Я жена И наша собака Борис Владимирович Нашу собаку знает Вот Дима И все-таки Вот хотелось бы тебе Заняться музыкой Именно на 100% То есть Чтобы это было Твое основное занятие В жизни Это моя мечта Ну, как бы Ну, я реально оцениваю Ситуацию жизненную Поэтому Ну-ка, это Очень хотелось Ну-ка, Борис Скажи-ка что-нибудь ему Сначала надо дождаться пенсии А потом на 100% Заняться музыкой Не, а были такие моменты Что ты когда-нибудь Хотел уехать Куда-нибудь Ну, ближе Может быть К центру Посещали мысли Какие-то Твои пиковые Да нет Всегда Любой Я считаю, что Любой маломальский Творческий человек Ну, такая ситуация В нашей стране Все через Москву Конечно Я думал, ты не отцелал записи Я отцелал целую кучу Куда только возможно И никаких ответов, что ли? А, ну, я потом уже понял Что они там Не читаются И не слушаются Да, сразу выкидываются Да, да, да Ну, и зачем? А, коробки оставляют себе Где родился, там и пригодился А вот конкурсы Вроде новая волна Открытие новых талантов Это нереальная штука Почему? Ну, мешок денег вези Попадешь То есть, все Все через деньги? Конечно У нас без денег, наверное, кто-то Женя Орешко съездил Первый только Когда было возможно Была возможность Первые юрмалы были Нет, не скажи Там куча денег Бухано было Тоже было бухано Да, там через всякие Порез ближе к микрофону Даже костюм пошить Костюм пошить Концертный Которого не было, да У Евгения Вот это стоило больших денег Блата Специальные справочки Из комитета Партии Приморского края Нужным людям Костюм на последний этаж Чердачный Там была у них Затарка И вот он туда ходил Покупал ткань Потом ему шили Это тоже какие-то колоссальные Женя у нас был на эфире Но что-то не поговорили Еще на эту тему, кстати Не успели Вот тема где Да А у нас тем временем Есть еще одно СМС-сообщение Песня про красавицу Осень Очень-очень понравилась Спасибо Где бы ее взять? Пишет нам Анастасия На радио АВН На радио АВН Кстати Между прочим Автор песни Евгений Зайцев Сейчас находится Здесь в Приморском крае Он приехал погостить И Он ее не даст никому Не, на самом деле За эту песню мы с ним Я стал лауреатом конкурса Как исполнителя А Женя получил диплом как автор Так что Что за конкурс? Конкурс Приморский берег Он проходил ежегодно В Приморском крае В Владивостоке Преимущественно Он однажды был в Уссурийске Вот именно в Уссурийске Я стал лауреатом Именно Я конкурс Стал лауреатом Был несколько раз Вот Одна из песен Именно красавица осень Женя тебе привет А вот раньше Конкурсы чаще проводились Как ты думаешь? И конкурсы И фестивали Раньше как Больше было Чаще Чаще Энтузиазма было больше Сейчас уже все Ну да Энтузиазм Еще у старшего поколения Даже не так сильно пропал Как еще не появился у молодого А сейчас движение без каких-то финансовых Ну да Я говорит С дивана не стану За эти деньги Видишь какие фразы То есть раньше ценился больше талант Все таки А я бы еще раз хотел напомнить Номер нашего смс портала 4647 Не забываем указывать В сообщении кодовое слово АВН Дима Ну По поводу твоих друзей Вот сейчас Борис Гринберг сидит здесь Еще много в Артеме друзей Как ты думаешь Если бы Появились какие-то финансы Быстро бы собрались все Поучаствовать Ну Ребята Начнем с того Что есть друзья Есть единомышленники Есть просто коллеги по цеху С которыми можно сотрудничать Если тебя что-то не устраивает Технически Или больше даже Исполнительского уровня То я думаю Что никто не обижался бы Да Если клавишник не выхиливает Какую-то партию Ну конечно мы будем искать Того кто выхиливает Грубо говоря Сыгрывает это все дело Ну Вот Были бы Нет Я имею в виду К тому что ты говоришь Ты бы сейчас удовольствием занялся Я думаю что Таких людей много Которые хотели бы Сейчас чем-нибудь позаниматься Димочка Вот между прочим Да Не так стало их и много Недавно одному Потом скажу кому В эфире не буду говорить Тоже такой вопрос задали Давай соберемся И поиграем И вспомним И запишем Он спросил А зачем Ну и все Все таки Есть и такие люди Да Сходят с трассы Да Сходят с трассы Дим Следующую песню Которую мы послушаем Это будет Воскресенье Забытая песня В твоем исполнении Один взгляд назад Она называется Автор Константин Никольский Просто Не так давно Несколько лет назад Мы решили Тряхнуть стариной И на один из Конкурсов Рок-фестиваля Вернее Посвященный Дню Молодежи Мы собрались И группа у нас Называлась Ветерок Ну эту песню в народе Называют Ветерок Она стала Нашим как бы Визитной карточкой Того времени Того состава Поэтому Можно просто вспомнить Те замечательные времена Тряхнуть стариной Еще раз Ну что ж Тряхнем стариной В прямом эфире На радио АВН Дмитрий Евсеев Абсолютно вживую И Борис Гринберг Поют все Забытую песню Несет ветерок В задумчивых травах Звеня Но помню Что есть на земле Уголок Где радость Любила меня Боже, как давно Это было Помню только Мутной реки Вода Время, когда Радость Меня любила Больше не вернуть Ни за что Никогда И не было места В душе С юных пор Мечтам Недоверия И лжи Любленного сердца Всевидящий взор Мне верой И правдой Служил Боже, как давно Это было Помню только Мутной реки Вода Время, когда Радость Меня любила Больше не вернуть Ни за что Никогда Все дальше Ведет Исковерканный Путь От места Достойных Побед И тот уголок Невозможно Вернуть Где честностью Радость Согрета Может быть Чужие Края Увела Надежда Моя Меня Может Это Радость Моя Поет Плачет И зовет Плачет И зовет Плачет И что-то же делать Придется Хоть злом Старается Пуще добра Забытая песня Мне дарит тепло Как будто Все было Вчера Может Не совсем Я забыл Время Когда Радость Меня Любила Может Быть Один Взгляд Назад Мне Откроет Будущие Глаза Может Не совсем Я Забыл Время Когда Радость Меня Любила Может Быть Один Взгляд Назад Не Откроет Будущие Глаза Дом культуры На АВН Ну вот Передача Дом культуры К сожалению Подошла К концу У нас Еще Несколько Слов Дмитрий Ну что Напоследок Приветы Поздравления Пожелания Ну и Ближайшие Планы Приветы Обязательно Я просто Хочу Всему Артему Передать Большой привет Лично от меня И Пригороду И Пригороду Тоже Конечно Всем слушателям Радио АВН Нашему Замечательному Любимому Радио Скоро праздник День авиации Всех авиаторов Гражданских И военных С наступающим Праздником Я сам служил В срочной службу На Байкануре Нет Упас бог Вот Дело в том Что я служил В ВВС В авиадовоздушных силах Авиационным механикам Волнует эта тема И вообще Все что связано С авиацией Мне вообще нравится Часто летали По ночам Да По ночам летали Подъем отбой Был регулярно Вот Всем авиаторам С наступающим праздником Счастья вам Удачи Чтобы Взлетов было Столько сколько Вернее Посадок Столько сколько Взлетов Вот Сегодня день рождения Моего папы Я поздравляю Григория Петровича С днем Рождения Радиостанция Радиостанция АВН Также присоединяется К этим поздравлениям Спасибо вам большое За такого замечательного Сына Большой-большой привет Думы Дочерям Евгении И Ксении Я вас очень люблю Девчонки Будьте умницами Я вас верю Ну и ближайшие концерты Самое ближайшее выступление Где можно будет увидеть Меня всем 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 Кто этого желает Это естественно День города Друзья День города А какого города Города Артема Дима Наверное неспроста 25 числа Ребята Приходите Меня можно Лично меня можно будет увидеть В час дня В детском парке В 17 часов На стадионе Угольщик Там будет Праздничная Программа И естественно В 8 вечера И там До салюта И после салюта По взрослом парке Когда там будет развлекательная Танцевальная Концертная Программа И после 12 Уже видеть тебя не надо А после 12 Там Если кто-то что-то Будет еще видеть То это будет хорошо В общем С наступающими праздниками Всех-всех-всех Итак Программа Дом культуры Закрывает свои двери На сегодня До следующей субботы Я напоминаю У нас сегодня в гостях Был Золотой голос Приморья Дмитрий Евсеев Этот час с вами провели Руслан Кот Дмитрий Блюз Борис Гримберг Ну и завершаем Нашу программу Песни про Артем Конечно же Дима Евсеев Всем пока Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возвращаюсь к твоим берегам Моя маленькая земля Ты совсем не стареешь, поверь И немного завидую я Ведь с годами все прошивей Моя маленькая земля Мой город, мой первый дом Мой первый друг, мой брат Имя тебе Артем Пусть вечно твои огни горят Мой город, мой первый дом Мой первый друг, мой брат Имя тебе Артем Пусть вечно огни горят Помнишь, я для тебя на гитаре До утра свои песни играл А когда мы тебя покидали Ты все плакал, дождями и ждал Мы вернулись, пусть стало нас меньше Плачешь вновь, но часть я дождем Знаю я, что намного нам легче Когда вместе с тобой мы Артем Мой город, мой первый дом Мой первый друг, мой брат Имя тебе Артем Пусть вечно твои огни горят Мой город, мой первый дом Мой первый друг, мой брат Имя тебе Артем Пусть вечно огни горят Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»